Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики ЛГБ Значит, мы в последнее время с вами были озабочены чем-то материалистическим истолкованием диалектики Гегеля. Но как это ни удивительно, и Гегель будет способствовать материалистическому пониманию устройства мира. Почему? Потому что он с чего начинает науку вывод? Бытие Бытие И первые две книги Это что? Это учение о бытии и о сущности И бытие и сущность относятся к чему? К объективному или к субъективному? К объективному А в третьем В третьей книге Говорится О том Что есть субъективность Что есть объективность И там Значительное место уделено чему? Механизму А это что? Это объективность Химизму Организму И вот, видимо, ему не хватило материалов, которые Не поставили, в отличие от Энгельса К тому времени И естествоиспытатели Чтобы у него и раздел о человеке был бы вполне тоже материалистичным Но тем не менее Он, когда говорит о человеке Он рассматривает там И разность полов И вопрос о воспроизводстве человека Более того В этой же книге вы найдете вопрос о средстве производства Да? О средстве Что это такое? Это тот Тот объект материального мира Который Берет в свои руки Человек Да? И ставя какую-то цель С помощью этого Предмета Осуществляет свою Волю Это что такое? Это Производство Труд Если это один человек А если это берутся не только один человек Но и другие Это производство То есть Если вот с этой точки зрения Посмотреть То там Везде это идет А вот то Что я вам сейчас раздал И об этом мы уже с вами говорили Что если Сделать небольшие такие исправления В порядке расстановки главок В третьей книге То начать конечно надо С механизма Химизма Организма Дойти до До человека Так? А после того Когда дошли до человека Потом уже говорить о чем? О субъективном А что субъективном? Понятие А понятие Это чье? Понятие Оно же не в воздухе Где-то висит Это понятие человека Но там говорится не только О понятие Там же говорится О средстве Правильно? Раз говорится О средстве А средство Оставится между Человеком И чем? И природой И поэтому В этом самом Средстве Мы уже Приходим к тому Что изучает Такая наука Сейчас Как исторический Материализм Роль О роде Труда В преобразовании Человека Или прямо Мы можем взять Книгу Энгельса О роде Труда В процессе Превращения Обезьяны Человек Что ей Пришествует Вот Пришествует Ей Между прочим И то Что написал Гегель А где там Субъективность? Субъективность Там Не в последней части Потому что В последней части Говорится о цели О реализации цели И Собственно говоря Там говорится О том Что есть истина А истина И соответственно Понятие С объектом С помощью этого объекта Вы можете Достигнуть соответствия Существует Два способа Достигнуть соответствия Понятие с объектом Либо Понятие Приблизить К объекту Либо Объект Переделать В соответствии С понятием Есть для этого Материал Науки логики Гегеля Есть Там же говорится Как раз О том О цели О средстве Верно? И там говорится О результате Этой деятельности По преобразованию То есть Если мы не будем Так уж очень Напирать На объявления Самим Гегелем Что он такой Идеалист Я думаю Что Гегель Жил в таком Обществе Что даже Ему и не стоило Объявлять Если он на самом деле Материалист Потому что Это ему бы Не посодействовало Не в том Чтобы быть профессором Берлинского университета Не в том Чтобы быть Ректором Одно время Этого университета Ясное дело Что он был Находился В окружении Идеалистов И так сказать Вот эти моменты Не особенно Должен был выпячивать Но он как Человек науки Ну сделал Все что можно было Сделать В его время И с его позицией Для того чтобы Ну можно было Говорить Не просто о материализме А о диалектическом Материализме Правильно? Потому что Обратите внимание На такое его высказывание Вот В последней книге О том что Плух почтения зерна Почему? Потому что Зерно Как бы Оно одноразовое Вы его получили И вы Его Это зерно Использовали И все Если конечно Вы его Не использовали Как семена Если вы использовали Как семена То вы уже Его использовали Как это Своего рода Средство Производства Правда Это семена Производства Будущего А Тут Гегель Говорит Что плуг Почтения Тех Плодов Которые С помощью Этого плуга Достигаются Поэтому Когда мы Гогель Идеалист Особенно Разбегаться Не надо И особенно Упираться В этого Не надо То есть Это тот Такой Идеалист Который Во многом По крайней мере Во многих Отношениях Выступает Как материалист И это Нашло Своё Отражение В тексте Его главного Произведения Ну и Я думаю Кто Хочет Вообще Читать Вегеля Материалист Пусть Не читает Третью Книгу Учения Понятия И всё Это же будет Что Объективная Логика Объективная Логика чего Логика Что он Углубляется Именно В объект Поэтому Вот Мы Думали Над такой Задачей С вами Что Вот Как нам Материалист Преобразовывать Гегеля Выяснилось Что Эта задача Не такая Уж Тяжёлая Поэтому Гегель Много Сделал Для этого То есть Он Много Сделал Для того Чтобы Приблизить Материализм Это Кстати Объясняет И Такой Парадокс Что Маркс Энгельс Которые Были Млады Гегель Геанцами Идеалистами То есть Или они Не были Идеалистами Были Ну Были А потом Взяли Изменили Делали Этого Идеализма И Под воздействием Фейербаха Который Тоже Написал Сущность Христианства Такую Вроде Книгу О религии Они Перевернулись И Стали Навсегда После этого Материалистами Ну Сам Гегель Вот Это Произведение Которое Они Прекрасно Знали Разбирали Знали Оно Не Подтолкнуло Маркс Энгельса К этому Самому Материализму Потому что Тут От этого Идеализма Гегелевского До Материализма В некоторых Случаах Есть один Только Шаг И И даже Вот Этот Самый Субъективный Идеализм В учении О понятии Ну Там Именно там Например Расположено То Что Представляет С собой Цепочку Эволюции На пути К Созданию Человеческого Общества Да Там же Именно там Речь идет О механизме Химизме Организме И Наконец О Человеке Ну О человеке Он Наверное Не мог Больше Сказать Чем Можно Было Тогда Сказать Имея Ввиду Состояние Научных Знаний О человеке О человечестве О человеческом Обществе Поэтому Вот Когда Маркс Энгель Все это Привели Полный Порядок И Эту Всю Материалистическую Прямую Выровняли После этого Можно Уже Было Говорить О том Чтобы Построить Вполне Стройную Систему Которая Материалистически Объясняет Развитие Общества Но Это была Большая Задача Потому что Для этого Надо было Мало того Что Проследить Всю историю Развития Человечества За более Чем 40 тысяч Лет Там Что касается Числа Лет Никаких Точных Данных Нет Может быть Это было В 2 И в 3 Раза Больше Может быть Чуть Чуть Меньше Но Это Такое Задача Была Марксом Энгельсом Решена Ну А мы С вами В этом Смысле Находимся В положении Маркса Энгельса Мы же тоже Читаем Науку логии Гегель Маркс Энгельс Читали Читали Им Это Изучение Гегеля Науку логии Не помешало Стать Диалектическими Материалистами Не помешало Содействовало Содействовало А если Вы возьмете Вообще Вот есть такая Книга Переписка Маркса Энгельса Два тома Там В основном Она Пестрит Такими Короткими Обменом Короткими Записками В которых Маркс Или Энгельс Пишет А что бы По этому поводу Сказал Старик Гегель И вот Они То говорят О Марке Которая Является Единицей Площади Земли Германии То они Говорят О зерне И так далее То есть Они все время Эти вещи Обсуждают И это Подвигнуло Энгельса Например На то Чтобы Написать Диалектику Природы А диалектика Природы Для человека Который Не читает Наукулойки Представляет С собой Такую Сумму Обрывков Таких По каждому Вопросу По разным Вопросам Какие-то Прибавления И наоборот Если вы Имейте ввиду Наукулойки Гегеля То Как раз Он берется И по всем вопросам В которых нужно Проявить материализм Он Это и делает Поэтому Диалектику Природы Интересно Читать После Наукилойки Гегеля Интересно И понятно А иначе Это она Как бы Рассыпается Потому что Энгельс Об этом Говорит Об этом Марксу Ссылается И так далее Ну вот так Получается Если Поставить Этот вопрос Но Это Постановка Такого Вопроса И к нам Пробъявляет Требования Вот И я Подвожу Дело К тому К чем Мы сегодня Будем Заниматься Требования Такого рода Раз Собрались Все материалисты Или есть идеалисты Идеалисты Поднимите руку Нет Все материалисты Раз Все материалисты И прошу Каждого Сказать Что такое Материя Вот Мы сейчас И узнаем Какие у нас Сидят Материалисты И как Они Эту материю Понимают Это Не неожиданный Вопрос У нас Вообще Кружок Посвящен Материалистическому Истолкованию Науки Логики Гегеля Поэтому Вопрос Материи Как бы Он само собой Предполагается Что Уж В этом Вопросе Материалисты На этот вопрос Могут Ответить Или наоборот Даже чтобы Ответить на этот вопрос Требуется помощь Идеалиста Гегеля Ну вот Товарищ Лазарев Не знаю Как Угегеля Мне кажется Это Вещество И Вселенная Энергия Вещество Энергия Да А А Презвольственные Отношения Это Вещество Или Энергия Отношения Производительные Силы Производительные Отношения Наши Производительные Отношения Сюда Входят А Производительные Отношения Это Людей И Отношения А вот Как Правильно Сказать У нас Общество Индивидуумов Или Общество Индивидов Индивидов А Индивидов Индивидов Кто Поясните Пожалуйста Товарищ Мальцев Кто Почему Индивидов И В чем Разница Индивидуум И Индивид Вот Вы Индивидуум Или Индивид Индивидуум А Вы А Еще Кто Есть Индивидуум Вы Тоже Индивидуум Нет Сейчас У нас Вопрос Об Индивидуум Или Индивидах Индивид Ну Разница Есть Правда И Индивидуум Индивид То есть, вы двойственный такой человек. Но как все в природе двойственно. А? Как все в природе двойственно. Как бы бытие, бытие и ничто. А в чем, что такое индивид? И в чем отличие от индивидуума? Кто скажет? Ну, индивидуум, это как бы отдельный персонаж. Индивид, это часть сообщества индивидуума. Да, совершенно верно. Так вот у Макса прямо и говорится. Индивиды, производящие в обществе, вот и исходный пункт. Индивиды. Они не против индивидуумов, не выступают против отдельных людей, не воюют с ними. Наоборот, они как раз показывают, что эти индивидуумы, они соединены в производстве, они соединены в класс обязательно, или в слой тот или иной. То есть, индивиды, производящие в обществе. А когда они индивиды, сразу указывается на то, что он не один, не сам по себе. А он вместе с другими. Это для нас существенно же. Не только в том плане, что у нас есть производственные отношения. Даже не веревки, которые их стягивают. Но когда мы говорим индивидуумы, мы, значит, имеем в виду, что они действуют сообща. Правильно? А если мы индивидуумы, вы туда пойдете, я сюда. Давайте сейчас кружок так проведем. Каждый пойдет на другой этаж. Может быть, в материи то, что дано нам ощущение. А кто дал? Бог? Ну, если дано. Вам дано, тогда точно Бог. Какая реальность данная на обществе? Да кем дам на это? Кто получал? Вы получали реальность? Нет? Я не получал. А кому? Вам дано? А когда это вам дали? Алексей Владимирович, поделитесь, раскройте секрет. И где это было? Знаете, как сейчас эти следователи говорят? Объясните, когда вы это получили и от кого данные нам в ощущениях? Тут как бы это уже второй вопрос. Тут сразу две вещи высказывают в этом предложении. Но я думаю, что это не самый хороший случай, когда мы сразу две вещи решаем. Одно дело, что-то, так сказать, материя, а другое дело, дана она нам или не дана. Это уже второй вопрос в ощущениях. И потом дана, указывает это все на какого-то субъекта, который дал. Кто это нам дал? Дан нам. А? Дан нам. Ну, кто нам дал? Просто в ощущениях. А? Просто в ощущениях. Просто, да. Что она, так сказать, ощущается, она органами, чувствами, все. Она не в ощущениях, она есть без всяких наших ощущений. Иначе получается, что она только в ощущениях дана, а это вообще нехорошо. Это как у этих субъективных идеалистов, когда вот она в ощущениях дана, а в объективном мире-то она есть, эти самые, материя. Значит, она не просто, не только дана в ощущениях. Она есть без всяких ощущений. И помимо ощущений. А ощущения, это другое дело, что она познаваема. Это другой вопрос. Вопрос о том, постижим ли материя, могут ли наши органы чувств постигать. Ну, если речь идет о разуме человеческом, и вот если мы возьмем вот ту совокупность знаний, которые мы получаем, когда читаем, просто науку логики. Раз там есть средства производства, то есть вот эти средства производства с одной стороны получаются в результате понимания человеком, познания человеком вот этого объективного мира, а с другой стороны они средства преобразования этого объективного мира. И что средством называется? Такой предмет объективного мира, который ставится между человеком и природой, и который позволяет преобразовать природу в соответствии с чем? С интересами или воззрениями этого человека. Так получается? То есть вот если мы углубимся в эту проблему, которая нас волнует, и мы так сказать и задали тон в кружке, что мы изучаем материалистическое преобразование, проводим диалекте гелия, мы не можем заменить текст, мы просто можем один раз прочитать, как написано у него, а другой раз прочитать вот так, как вот я вам раздал, в соответствии с планом изучения. Я думаю, что все понимают, что с одного раза все равно не поймешь науку логики гелия. Поэтому нельзя сказать, что я вас подвергаю дополнительному какому-то испытанию. Это не дополнительно, это совершенно естественный путь. Вот если я вас встречаю один раз, я познакомился внешним образом. А если мы уже встречаемся не первый раз и давно, то совсем это другое дело, правильно? Потому что это связано уже с некоторой историей общественных отношений. В связи с этим, я бы вообще повернул вопрос в противоположную сторону. А как понимать материю? Может ли работа Ленина, работа Гегеля дать правильное понимание материи? То есть, можем ли мы, опираясь на изучение науки логики Гегеля, дать более точное и более глубокое определение материи, чем те, что дают? Вот какие определения материи вы знаете? Поэтому мы сейчас проведем с вами научный эксперимент, научно-педагогический. Каждый из присутствующих скажет, что есть материя с его точки зрения. Ну, раз вы ходите в кружок материалистического изучения диалекции Гегеля, что такое материя, это все же знают. Ну, пусть и каждый и выдаст Александр. Материя, она объективная, она во всем, что нас окружает, у нее различные свойства, водность, температура. Нет, это вы говорите, какая она, какие у нее свойства. А что это такое вообще? Что это такое? Что такое материя? Вы знаете, скажите нам. Вот я понимаю, когда берут ткань, говорят, какая тут материя продается. Тут все, пощупал, посмотрел, вот материя, тут понятно все. И в этом смысле слово материя встречается в учении о сущности, не заметили? Там есть, когда говорится о содержании, о форме, о содержании, и там материя есть. Но это не в том смысле, как у Маркса и Энгельса, а вот как у Маркса и Энгельса, что понимается под материей. У вас это ведь, это ведь не какие-то свойства, это объект ведь, материя? Объект. Ну, а какой объект? Физический. Физический? Все, один стоит. Ну, вот я выйду, и там автомобиль припаркован. Это, а, вот я увижу, что вот, вот физический объект, значит, это материя. А там еще и водитель сидит. Тоже материя. Он тоже материя. Я спрашиваю, это ваш объект? Ну, и теперь вот я знаю, что вы материя, и ваш объект материя. Он так покрутил, ты скажешь? Ну, хорошо. Вот там товарищ, который прямо передо мной и под Лениным себя чистит. Ну, это, наверное, во-первых, это не абстрактное. А, то есть вы пошли с другой стороны, что это? Если вы будете перечитать, чем не является материя, мы отсюда не уйдем. Ну, это такое разделение, как живое и неживое. А? Это крупное разделение, я думаю. Ну, а деление как живое. Вы уже начинаете, мы еще не поймали этого животного, а вы уже его начинаете рубить на части. Кости сюда, эти копыта туда. Да. Вы дайте нам определение материи, а мы уже найдем, как и разделить. У нас тут есть и ножи, все в порядке. Когда объективно существующее? Ну, слава богу. Существующее вам надо. А это вам обязательно или хватит того, что оно есть? Оно есть. То, что есть, это и есть материя. О, то, что есть, есть материя. У вас мысли есть? Да. Мысли есть? Мысли, конечно, есть. Значит, это материя. Спасибо Богу. Вот теперь будем знать. Не могли бы нам передать часть своей этой материи? А я передаю. Ну, как же вы это? Я передал, а вы не везли. Ловите, да? Да. Понятно. Сейчас, как и народ, как придумывать здорово. Так бы, если он и звучал. Так, вам слово, товарищ Маутер. Ну, материя – это объективный мир, природа. Ага, природа, хорошо. Хорошо, природа. А общество вы, видите, сапогом выкинули из объективного мира, раз, а природу оставили. Это человеконенавистничный взгляд. Я, наверное, вы имели в виду эксплуататоров, там, проще. Но вы вообще всех выкинули. Даже вместе с теми, кто развивает, с рабочими, с теми, кто занимает прогрессивные позиции, взяли одну природу. Да надоели вы на него, на вас смотреть. А что вы сюда пришли тогда? Тут никакой природы нет. Вот какая природа это? Это что? Это природа или нет? Это природа. Какая? Неживая. Преобразованная человек. Вот, правильно, товарищ Лазаревый. Это, да. Очеловеченная природа. Преобразованная человек. Это природа. А это не природа, что ли? А есть тут что-нибудь, что вот кругом нас окружает, еще не природа? Нет. Нет, у нас ничего. Все это очеловеченная природа. Нет, такие дома прямо вот так вот в дикой природе не встречаются. И комнаты, еще на них написано, общественный университет точно не встречается. Татьяна Валерьевна, вот что я думаю, скажешь? А я девочка. А? А я девочка, мне нельзя спрашивать. А-а-а. Ну, хорошо. Это убедительно-то сразу. Я знал, что вы меня срежете с чем-нибудь. А вот Шабусов, товарищ Лазарев. Он самый у нас опытный. 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 Самый опытный. И вот рост у него самый большой. Он самый в этом смысле. Материя – это бытие, взятое с основанием и условием. Это не материя, это же… Нормально, нормально. Где это? Ну, по крайней мере, это превосходит то, что перед этим было сказано. Во-первых, материя – это бытие, это правильно. Правильно? То есть, это то, что есть. Раз бытие – это то, что есть, а не то, чего нет. Ну, так все-таки материя – это то, что есть. Ну, обязательно то, что есть, конечно. А если ее нет, так ее и нет. Материя – это то, что есть. То есть, а как, вот вы не читали у Ленина, там, и, скажите, у Маркса, у Энгельса, что у нас вот есть основной вопрос философии. Что первично, бытие или… Материя. Нет, бытие или сознание. Сознание. Бытие или сознание. То есть, слово бытие сплошь и рядом заменяет слово материя. Правильно? Поэтому в известном смысле можно сказать, что материя – это бытие. А если это бытие общества, ну, тогда это общественное бытие. Можно сказать, это общественная материя, да? Вот это будет правильно. Константин, кстати, вы победили. Но тут самое-то интересное. Вот я, поскольку, как руководитель кружка, тоже должен готовиться к кружку. Тем более, с одной стороны, для вас это неожиданный вопрос. С другой стороны, раз у нас кружок называется, так, и он многократно объявлялся и записанно, и везде показано, что мы изучаем материалистически, да, диалектику. Поэтому, чтобы такие люди не знали, что такое материя, это даже предположить даже страшно. Поэтому это не неожиданный вопрос, но он в любой момент может быть задан. Но на самом деле, если вы начнете сейчас искать у Маркса и Энгельса ответ на этот вопрос, я думаю, что он, вот, в перечень этих ответов войдет в структуру тех вот ответов, которые у нас даны. Только Константин Григосаченко здесь победил у всех. Потому что, а что такое бытие? Вот Энгельс, например, я смотрел в Антидюринге, он говорит, ну, материя, это вот абстракция, это идея. Так она, если это идея, так какой же материализм может быть? Это не абстракция, не идея. Да. Там было, по-моему, определение что-то типа, все объективное, что есть? Да. Поскольку я как руководитель должен был знать, что вы материя, я, значит, вам иногда время от времени об этом сообщал, но не застрял на этом внимании, дескать, вроде бы как. Не то объективное, а то единое, что есть. А что оно объективное? Если оно есть, так оно и есть. То единое, потому что, если вы материю начнете делить, а разница субъективная материя бывает, не бывает. То есть, вот есть единое, и вот какая-то часть материи может отражать другую часть. Может такое быть? Так и есть. Вот если вы подойдете к озеру и туда посмотрите, вы там не увидите своего отражения? То есть, это не только человек может отражать своими глазами и мозгом, а озеро может отражать этого человека. Человек пошел посмотреть озеро, а озеро, оно никуда не пошло смотреть. Оно отразило того человека, который заглядывает в это самое озеро. Правильно? Отражение на лицо. Но в луже. Иногда, если вы возьмете кривые зеркала, можно прийти и смеяться над своим собственным отражением. Правильно? Не бывает там, видели, что-то, так сказать, в этих самых специальных случаях для того, чтобы собирать деньги, делают кривые зеркала. Люди ходят, хохочут и платят за это даже деньги, потому что они видят себя то толстыми, то узкими, то высокими, то, наоборот, очень низкими, таким приплюснутыми. Но это же все отражение мира. Отражение мира – это же не то же самое, что сам мир, правда? Но это еще отражение мира. А мир же еще и преобразовывается. Бытие преобразовывается. То единое, что есть. Вот я, как руководитель кружка, и на основании изучения науки логики, я вот свел, так сказать, высказывание о материи к этой фразе, что материя – это то единое, что есть. Вот то единое, что есть, чтобы туда не попало отражение. Если это какое-то отражение, то это уже не единое. Вот то единое, что есть – это материя. А если это отражение материи в сознании, а сознание – оно не существует рядом с материей. Или существует? Сознание существует? Как отдельно, так сказать, находящееся наряду? А? Момент. Момент материи, да. Это же свойство высокоорганизованной материи. Свойство отражать. Вот у озера есть, у зеркала есть свойство отражать. Вот телефон можете включить и со себя по физиономии посмотреть в свою. У него есть свойство отражать. Но это не значит, что это тут, что это субъект. Это кусок материи. Ну а если мы посмотрим, с чего начинает Егель, с чего? С бытия. А связь есть между тем, что вы сказали, и тем, что написал Гегель. Вот Гегель первую категорию ставит – бытие. Ну, раз она первая в начале, то это чистое бытие. Ну, категория – это бытие, правильно? А чистое только потому, что мы начали только ее рассматривать, еще не успели изучить, она для нас чистое бытие. А сама по себе категория какая у нее первая? Бытие. А основной вопрос философии Маркс Энгельс и Ленин как ставили? Что первично, что вторично? Бытие или? Ну, значит, бытие – это и синоним материи. И можно даже сказать, что это ее определение, потому что материя еще и другое имеет значение, вроде какая, из какого материи сделана ваша рубашка. Правильно? Вот в этом смысле понятие материи как единство формы и содержания в каком-нибудь объекте, в объективном смысле учения о сущности вы можете встретить там, где будете читать учения о сущности, о содержании, форме, о оформленном содержании, форме, которая содержательна и так далее. Там вы найдете и материю как таковую. А в работах Энгельса, Маркса, Ленина «Вопрос о материи» он фактически тождесятся с вопросом о бытии. Говорят, что первично – бытие или сознание. Материя или сознание. А сознание, оно где-то оторвано от материи или это ее атрибут? Это свойство. А то есть атрибут материи, это ее свойство. А почему атрибут? Атрибут – это обучение о сущности. Не такое свойство, которое чисто внешним является. Вот, скажем, ваша куртка или там свитер – это сегодня вы так пришли, завтра другое оденете, послезавтра третий. Он за вами, товарищи, у него другой какой-то атрибут и так далее. Поэтому, когда мы говорим о материи, ну, надо понять, что это самая высокая категория, то есть самая абстрактная, самая простая. В каком смысле она простая? Не в том смысле, что ее нечего познавать, а в том смысле, что она первое, это, что о ней говорится, что она такое. И вот то, что вы сказали, это будет правильно, что материя, то единое, что есть. Но если это вот и есть одно, вот если мы начнем перечислять это, вот это и вот это, это будет уже неправильно. Правильно? Значит, надо не перечислять одно другое, первое, второе, третье, а надо взять все вместе. То единое, что есть, будет материя. А если вы берете не единого, а сами разбиваете субъективным образом на куски, вот Шабасова я засчитал за материю, а вот соседа не засчитал, и вас не засчитал. Это будет все такое, это будет грубый субъективизм. Или стул материя, а все дела, которые на стуле, не материя. А это значит, что лучше сказать, что единое, что существует, чем сказать это все? Существует, это очень сложная категория, где она находится. Вот когда вам приходят такие мысли, вы всегда вспоминаете, где она находится в науке логики, существование где находится. После того, как вы разберетесь с противоречиями, с противоположностями, с противоречиями, придете к осознанию того, что есть основание, есть основанное, и придете снова к бытию в сфере сущности. Это восстановленное через сущность бытие. Как называется восстановленное через сущность бытие? Я вот точно вам называю, как это написано в науке логики. Как называется «восстановленное через сущность бытие»? Я спрашиваю вас. «Восстановленное через сущность бытие» – мы снова получаем бытие. У нас было бытие вначале, чистое бытие. Потом двигались, 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 потом разбирали вопрос о противоположностях, о борьбе противоположностей, о противоречии. Противоречие идёт ко дну, оседает в основании. из основания, есть ещё предпосылки там, в этом основании. И, наконец, мы снова получаем бытие, существование. Так вот, существование, в отличие от того, как вы сначала начали говорить, это сложная категория, которая находится вообще во второй книге этого основания. А вы хотите с этого начать? С такой сложной категории существования? Это существует. Да, ну, конечно, существует. А вам недостаточно, что вы есть? Вам нужно, чтобы вы существовали? А мы рады, что вы есть, здесь есть. Плохо, что ли, что вы есть? Вот, товарищ Трух, хорошо, что вы есть, правда же? Или вам надо существовать? Да скажите, да что это за жизнь такая? Еле существую. Хоть есть-то как-то гордо звучит. Вот я есть. А тут, да я вот существую. А как существую? Да плохо существую. И денег нет, и, так сказать, как-то события не туда идут, и так далее. Вот существование. То есть существование – это очень, очень сложная категория. Туда входит все содержание первого дома и половина второго. Ну, лучше сказать, ну, я просто когда задавал вопрос, я договорился. Да. Я имел в виду, что лучше сказать то единое, что есть, чем все, что есть. То единое, что есть. А все. Так оно единое. Зачем вам все, если у вас оно единое? Ну, зачем вам все? Если у нас с вами есть единство, то и хотите добавить, что у нас единство всех? Ну, у нас есть общее единство. Все тут уже в слове единое. Единое, что есть. Мы же не берем то, что отдельно стоит. Если мы говорим о бытии, то мы берем бытие как целое. Тем более материя одна. А? Тем более материя одна. Ну, мы еще определяем материю, поэтому она еще вот, вот она, вот тогда она получается одна, если мы так формулируем. Правильно? Что если мы берем то единое, что есть, вот, ну, единое какое-то, бытие. То единое, что значит, что есть. Что есть, это бытие, только его форма, так сказать, это производное от слова быть. То есть мы не уходим от того, что это бытие. Правильно? Раз оно есть, значит, бытие. А что такое бытие? А то, что есть. А вот то единое, что есть, это материя. А если оно единое, значит, оно включает не вот одного, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого. А все включает в себя то единое, что есть. Можно сказать тогда, что всеобщее, что единое всеобщее? Что же значит всеобщее? Зачем вам это говорить, всеобщее? Вам надо меньше говорить или больше говорить? У вас какая задача? Когда мы находимся в начале, нужно меньше сказать или больше сказать? Чем меньше скажешь, тем больше в это влезает. Ну, правильно? Каждый вот здесь присутствующий относится к бытию. И уже тут можно не бояться, что тебя выбросят. А если вы скажете, тут у нас становление, еще попадешь в ничто, и это нам совсем плохо будет. Бытия – это очень много. Ну, вот сколько раз говорили классики, что делятся материалисты, а считают, что в первичном бытие, а в вторичном – сознание. Так? А идеалисты, наоборот, идею берут как первичное, а в бытие как вторичное. То есть порожденной идеей. Хотя в процессе деятельности человека мы начинаем. Этому посвящен значительный кусок третьей книги Гегеля «Науки и логики». У нас, когда вы ставите цели, берете средства, и, собственно, труд в этом состоит, вы преобразовываете материю, и получаете, что все преобразованное в материи. Вот что нас здесь окружает с вами? Все это материя. Какая? Преобразованная. Это природа или не природа? Какая? Преобразованная природа? Человеком преобразованная. Но это природа. Ну и воздух есть. Но себя-то вы к этой природе не относитесь, вот к этой именно. Я говорю, на стены, на потолок, на крышу, на пол, на стулья, на компьютер. Это тоже ведь природа? Или нет? Преобразованная природа. Телефоны, преобразованная природа. Сиез, эти самые там, у нас лампы здесь горят. Там, между прочим, газ в этих лампах идет. А они не в обычных лампах накаления, где есть только пружинка, которая раскаляется. А тут не пружинка, тут газ. Это тоже самая природа. Ртуть. А? Ртуть. Газ. Газа. Газа. Не обязательно. Может быть тут и ртуть. Это ртутные лампы, да? Ну, тут ртуть может быть. Но не только. Может же и другие есть газы, которые, когда вы разность потенциалов даете, то они начинают светиться. Значит, что получается? Получается, что вот мы можем остановиться на такой формуле, что материя – это то единое, что есть. Почему единое? Если вы возьмете не все, что есть, и возьмете не в единстве, то это вы тогда разорвете эту самую, разорвете до выяснения того, а есть там какой-нибудь такой разрыв непереходимый. Вот если это, если мы возьмем какие-то части материи, то и то мы знаем, что если, скажем, вы берете разные части материи как вещество, а между ними может быть движение электричества или магнетизм. Да? Ну, магнит, когда притягиваются два магнита или магниты железа. А что между ними? Ну, что между ними? А? Поле. В поле тоже есть неразрывная часть материи? То есть, то единое, вот они в единстве находятся. Все находится в этом смысле в единстве. И единство общества. И общество, и, так сказать, и человек един с природой. Потому что он без природы не существует. Он из природы берет то, что потребляет, и в природу отправляет то, что, скажите, ему не нужно. И никуда из этой, так сказать, нехуду больше отправлять только в природу обратно. То единое, что есть. Ну, и в этом смысле, поскольку, говорится, материалисты считают, что бытие первично, сознание вторично. Так как у Гегеля разют, бытие вторично, а не первично. Ну, у него какая книга первая? Объективное. Бытие. Вторая книга. Сущность, она над бытием или углубление в это бытие? Углубление. Две книги посвящены бытию, так сказать, бытию в целом и бытию углубленному. Когда, а в третьей книге значительная часть посвящена, ну, вот этот раздел, который, я вот планчик этот раздал, и в этом планчике сначала пойдет механизм, химизм, организм, а уже потом к человеку и потом к субъективности. Потому что, какая субъективность без человека? Без человека субъективность не получится. Потому что без сознания не получится. То есть сознание не составляет все содержание в учении о понятии. В учении о понятии, опять-таки, оно начинается вот с этого самого механизма, организма, и это же движение по ступенькам сложности материи. Механическая природа, в чем смысл механический? Нет никакого движения, самодвижения нету. Это кто-то должен толкать механический объект. То есть у вас, вот у меня есть часы, мне товарищ подарил, свейцарский. Если я их не заведу, они остановятся. А часы хорошие. А если не заведу, все, нет никаких часов. Или будильник вы себе завели, то есть поставили, но забыли завести. А поскольку он кто собой представляет? Он же не субъект, а объект, этот будильник. Мало ли что, вы там решили. Вы решили, его положили, и все. То есть и значительная часть, вот я уже говорил об этом, третьей книге тоже посвящена вот этому. И до человека и доходит, и даже до семьи доходит. Гегель. До воспроизводства человека доходит? Доходит. Но до общественных отношений не доходит. Я думаю, что это здорово было бы с нас требовать Гегеля, что вы еще, а вот этого не сделали, товарищ Георг Георг Фридрих. Что это вы не доделали? А то нам бы легче было, а вы там взяли и не доделали. Но людей оценивают не потому, что они не сделали, а потому, что они сделали. Гегель проделал значительный путь, который облегчил принятие материализма. Правильно? То есть, такой идеализм, который уже давал Гегель, он уже имеет в себе, содержит уже то, что может рассматриваться как материализм. Или даже не может не рассматриваться как материализм. Если у вас первое бытие, на каком основании вы будете говорить, что он идеалист? Он, наверное, идеалист. Если первая у него категория бытия, а вы материалист, то вы считаете бытие первичным, у Гегеля бытие первичным. Осознание, когда появляется в третьей книге, значит, оно третично, по крайней мере, а не только вторично. На каком основании вы называете его идеалистом? То есть, в этом смысле, почему у Ленина такая мысль появилась в его конспекте на биологии, что умный идеалист лучше глупого материалист. И это вот такое вроде бы острое противопоставление, оно совершенно необходимо. Это противопоставление, так сказать, нельзя уничтожить, потому что все-таки надо все равно решить, вы как, вы рассуждаете тут как идеалист или как материалист. Но если это идеалист, он начинает развертывать свое содержание, в развертывании он приходит к тем выводам, которые можно сделать на основе материализма. И они на основе материализма будут более логичными, более прочными и более содержательными. Ну и получается, ну и когда высказывают, люди, не всегда говорят, что материалисты это те, которые говорят, что материя первична. Это такое вроде получается дождество. Материалисты это те, которые говорят, что материя первична. Что я сказал? Вроде так и все додуматься могут. А идеалист, который говорит, что первая идея первична. А более сложное высказывание материалист говорит о том, что первичное бытие, а сознание вторичное. Правильно? Это и Марс говорит, это и Энгельс говорит, это Ленин говорит, это говорят все материалисты. Мы материалисты считаем, что материя первична, а сознание вторичное. И сначала бытие, а потом уже идет сознание. Ну и вот возвращаемся теперь к определению материи. Значит, если мы будем брать определение материи как составленного из кусков, то это никуда не годится такое определение, потому что это не нечто единое, а это набор. как если вам это насругают, это, 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 берите с себя в сумку и выносите. Так не бывает в науке. Вот. Так не должно быть при построении теории. То есть материализм означает, если материализм говорит, что бытие первичное, ну, что он понимать? Вот это бытие и есть материя. То, что есть. Что такое бытие? Ту, что есть. Вот то, что есть первично. А то, что мы об этом думаем, вторично. И надо различать то, что есть, и то, что мы об этом думаем. Мы, человечество, люди пишут об этом и так далее. Это всё вторично. А главное, что есть. А есть это бытие. И деться от этого некуда. Почему? Потому что всё равно материя – сложное слово. Оно вот у Гегеля появляется в учении о сущности. А простое высказывание, что бытие, чистое бытие в самом начале. А с чего оно начинается? С чистого листа. Но с бытия. С чистого бытия. Какое в начале стоит бытие? Чистое бытие. Чистое. Это идеальное начало материалистического произведения. Но уже тут кто-то знает, что, оказывается, Гегель идеалист. Мы же сейчас не о Гегеле говорим, а о его произведении. А в этом произведении, ну вот, у Ленина замечание звучит вполне материалистически. Видели такие замечания? В конспекте. Сплошь и рядом идут такие. И замечание, которое нам Ленин написал, замечание философское, вот, о значении воинствующего материализма. Что если мы не будем, мы не станем кружком любителей гегельской диалектики, и не будем изучать и применять диалектику во всех сферах, то мы не сможем устоять под натиском реакции лыжи. Ну, как у нас Советский Союз мог устоять под натиском реакции лыжи без диалектики? Вы, наверное, понимаете, что вот диалектику у нас и сейчас мало кто знает, но сейчас гораздо больше, чем знали тогда. А когда издавалась книга «Наука логики»? Так она издавалась в 1937 году. В 1937 году была вот «Наука логики» издана. Вот это вот издание в той же самой типографии напечатано под Москвой, в которой печаталась «Наука логики». В собрании сочинений Гегель есть такое многотомное собрание сочинений, и пятый и шестой тома – это «Наука логики». Но в эпоху застоя, по-моему, и не печаталась. Спелого застоя. Только застой. Застой-то был на чем? На том, что не печаталась, но поэтому и застоя. А зачем печатать? Сказать, иначе не было бы застоя. Это очень органично, вот все это стоит. Только был не застой, а было движение вспять. Которые хотели превратить, и как можно превратить движение в покой, в застой? Или придумать, что это вот развитой социализм. Но если развитое уже все, вот если вот здесь вот все уже полностью развиты, те, кто полностью развиты уже в философском отношении, прошу, чтобы мы вас не смущали своей безграмотностью покинуть это помещение. Правильно? Можно ли на этом остановиться, вот на том, что мы сказали? Вообще, если мы берем такие крупные категории, то тут долго говорить про них нельзя. Потому что вот бытие – это что? То есть материя – это бытие, да? То, что вы сказали. То, что есть. То единое, что есть. Если вы разорваны, берете там столы, стулья, идей, животных, растения – это будет что? Это будет собрание всяких предметов. А если вы это все рассматриваете как единое, и надо брать это единство. Потому что, как мы сейчас это представляем, единство? Если раньше думали, что есть вот космос, и в космосе вращаются всякие тела. А космос вроде как пустой. Но, во-первых, поле тяготения через космос идет? Идет. А тяготение – это материя? Поля тяготения – это же поля. Или даже вот если магнитное вы берете поле, но вы же вот даже поднесете достаточно близко к магниту и отпустите, и этот кусочек жилета сам подбежит к этому магниту. Какая сила его толкает? Вот там магнитное поле. Магнитное поле, значит, оно тоже материальное. Материальное, но оно не вещественное. Электричество все, оно материальное или нет? Материальное. Но оно не в виде вещества. Поэтому это разные формы чего? Материя. Есть вещи, а есть поля. Разные есть. Поля тяготения, электрические поля. Так, теперь если вы берете явление микромира, там особые силы тяготения на уровне атомных, скажем, что держит атомное ядро, так сказать, в единстве, там где есть его составляющие. И в том числе и есть там нейтроны, которые, так сказать, достаточно прочно там сидят. А в каждом атоме есть электроны, которые вращаются вокруг ядра. Вот они вращаются, вам это не мешает? Вот сейчас слушать лекцию, что вращаются во всех атомах, из которых вы состоите, и стол, и ваш телефон, и вот запись ведет, товарищ Лазарев. Это вам не мешает? Это вот все-то там вот вращается, слушать лекцию. Немного мешает. А? Немного мешает. Немного мешает, да? Слишком много их там. Слишком много. Но на что мы нажимаем по этому определению? Ну, единое, что есть, не на то, что разделяет. Вы не можете разорвать современную там, нашу галактику с другими галактиками. Вы не можете разорвать, даже мы не знаем, что там еще есть. Пока не знаем. Но оттуда доходит свет. А что такое свет? Это лучи солнечные, то есть лучи звездные. А звездные лучи даже материальные. А они, так сказать, частица волна. Больше волна, чем частица. А вот суждение, оно есть, например. Это же не материя, а суждение. Да. Ну вот, и получается, что тут разбежаться мы в определении материи не можем. Потому что, когда говорят, вот, если Ленин пишет в материализме, что материя, она копируется, отражается и так далее, и прочее. То, что нам дано в ощущениях. Кому нам? Можно считать, что это определение, если мы говорим, что это то, что нам дано в ощущениях. Нам. Дескать, вы себя хорошо знаете? Хорошо. А это нам дано в ощущениях. То есть, для того, чтобы знать, что такое материя, я должен знать, что такое нам. Это правильно? Нет, неправильно. То есть, это не надо, это просто надо рассматривать не как определение материи, а как высказывание о материи. А высказываться вполне так можно. Конечно, она нам дана. То есть, можно познавать. В этом смысле она нам дана. То есть, познавать ее можно. Ну, скажем, исторически дана или физически дана эта материя, потому что можно ее познавать. А вот мысль, она… Но это не определение материи. Мысль нематериальна же. Что? Мысль. Мысль нематериальна. Она есть. Да. А как тогда можно определить нематериальное? А то, что нематерия, то и нематериальное. Его не надо определять. У вас определено материя, то, что единое, что есть. Это слова, например, вы никак не пришьете рядом, не прицепите к тому единому, что есть, к бытию. Как говорил Маяковский, слова повисят и улетят. Так что слова – это что? Слова – это свойство материи. Мысли – это свойство материи. Это неотделимое от материи. А у материи много чего, что от нее неотделимо. И, например, даже, вот если речь идет о живой материи, например, Энгельс подчеркивал, что вот иногда говорят части. Части, нельзя говорить, что рука – часть человека. Если она часть, то части – лишь у трупа. Где начинается ваша рука? Скажите, пожалуйста. Рука где начинается ваша? От плеча. А? С головы, наверное. С головы, наверное. А еще? Есть еще другое начало? Сердце. Сердце. Потому что она, наверное, у вас живая рука. Чтобы она была живой, она должна отсюда сигнал получать, а кровь отсюда получать. И вот если я посмотрел пальчиками, это откуда пошло? Из руки или отсюда? Отсюда. Чтобы это действительно дошло и осуществлялось. Это кто это должен осуществлять? Это осуществляет сердце, в этом участвует. Или сердце не участвует в этом, в том, что я рукой пошевелил. Участвует. Поэтому Уэнгельс очень решительно говорит, счастье лишу трупа. Все. Как только вы взяли счастье, а не человек в его ипостасе вот такой вот. Вы, но как ваша рука или как ваша голова. То есть в итоге, вот пока мы остановились с вами на таком высказывании, что это то единое, что есть, и оно не противостоит тому, что это в идее. Что материя – это бытие. Но бытие, надо о нем сказать, что это не такое, не изолированное бытие, а бытие, которое включает в себя все, что есть. И если бы у нас так дело обстояло, что был бы какой-нибудь разрыв, не связанный между собой частью Вселенной, ничем. Вот сейчас они связаны тяготением. Раз. Лучи идут. Каких только там нет лучей и каких только нет элементов мелких, которые все время пучками идут и идут и идут и идут. Миллиарды лет. Миллиарды лет. А вот если бы можно было разделить и вот это полушарие, и вот это полушарие, тем более мы не можем сказать, что это шар. Вы можете сказать, что она конечна Райне Вселенной? Бесконечна и вечна. А раз она бесконечна и вечна, как вы можете ее брать? Нам в этом смысле легче. Вот она есть и все. Вот она и материя. Получается, что вот если брать вот это оглавление, то можно увидеть, что все, что здесь написано, механизм, химизм, жизнь – это не материя. Нет. Поэтому материя – это именно вот этот самый начальный. Ну, так это понятно, но механизм, химизм и жизнь – это уже какая? Это уже движение, так сказать, где? Это движение в материи. Материю и движущуюся берется? Да. Вы рассмотрели движение материи во второй книге? Нет? Движение материи вот здесь рассматривается. Механизм, химизм, организм – это же развитие. Да. Поэтому вы должны как мертвые рассматривать материю, или как развивающиеся? Развивающиеся. Она, так сказать, имеет разные формы движения. Механизм — это одно, химизм — другое, жизнь — третье. Вот я ещё вам назову моменты становления, которые относятся к характеристике движения. Вот переход бытия в ничто, а ничто в бытие, как называется? Становление. Становление, так. Теперь, какие ещё вы знаете движения, кроме становления? Развитие. Развитие. А это развитие как определяется? От простого к сложному. Как? От простого к сложному. Это я иду от простого к сложному, вы идёте? Или вот Лазарев Вячеслав Михайлович идёт от простого к сложному. Какой у вас? Кто идёт от простого к сложному? Материя. А? Материя сама. Сама материя — это материя, движение самой материи. Она как-то не идёт, её можно так понимать. Её нельзя иначе понимать. Она всё время идёт у неё, она развивается. А изменения вы не хотите рассматривать? Что-то изменения я не помню. Берите науку логики и учение изменения. Изменяющееся нечто в самом начале. После становления следующее движение, которое вы там изучаете, называется изменяющимся нечто, изменение. А уже когда вы, так сказать, берёте уже всё в целом, то там уже это развитие, можно сказать. Движение низшего к высшему, простого к сложному. А изменения там нету характеристики. Высшее или низшее изменение — это что такое? Единство чего? Да, это нечто иное. Единство нечто. Иное иного есть иное. Значит, вот это вот изменение, которое означает движение нечто. Вот это изменение. И вот всего мы таких третий по движениям найдём. Из них самым высшим является развитие. Потому что развитие — это движение не от нечто к иному, а от себя к себе. Вот вы, когда вот сейчас на занятиях находитесь, вы развиваетесь или не развиваетесь? Товарищ Туров, вы как? Вы к Мальцеву двигаетесь или к себе? К себе. То есть вы продолжаете двигаться от себя к себе. Но вы же... В чём состоит развитие человека? Что он двигается от себя к себе, но от менее развитого к более развитому. Но он не к кому-то при этом делается. Это не исключает, конечно, движение и к другому человеку. Вопрос этот очень такой важный. И не думаю, что много мест находится у нас на Земле, где вообще этот вопрос вот так толково могут обсуждать. Потому что для этого надо этим заниматься. Вы знаете какой-нибудь кружок по диалекте, который нас превосходит, ну хотя бы даже просто по времени? Ну вот здесь эта формулировка, на которой мы остановились, то единое, что есть, она отвечает требованиям каким. Это, во-первых, она может быть сопоставлена с понятием, что вот это бытие. Потому что если оно то единое, что есть, то то, что есть, это что? Бытие. Поэтому мы не просто говорим по-другому, но мы от слова бытие не уходим, правильно? То единое, что есть, это бытие. Но если мы просто скажем бытие, то вот иногда говорят, вот бытие вот этого, бытие вот этого, бытие вот этого. А мы говорим о едином бытие, когда всё берётся, единое, всё, что есть. А еще лучше сказать, не все, что есть, потому что все, когда говоришь все, то они как бы представляются как разные предметы, а то, что есть, вот то, что есть, то и материя. Она где-то там, значит, она в виде вещества, где-то в виде поля, где-то в виде огромных предметов, где-то в виде электронов, протонов, электронов и так далее. То есть достойность определения любого не в том, что оно большое, а наоборот, что оно позволяет охватить этим определением все то, что относится вот к этому предмету, к тому, что мы хотим выразить, правильно? Правильно? Поэтому вот это вот суждение, на котором мы остановились, о том, что материя – это то единое, что есть, позволяет нам говорить, что мы начинаем с бытия, правильно? Что бытия первична, а сознание вторична. Мы говорим о том, что это материя, ну потому что, а что такое материя? Это и есть бытие, правильно? Или материя по-другому понимается. Но если мы материю понимаем, вот я посмотрел, у Энгельса говорится, что материя – это уже категория, ну, так сказать, такая субъективная, что мы ее, так сказать, как слово берем и прочее. Ну, а в этом смысле оно тут как… То единое, что есть, оно не субъективное. То есть, тогда мы берем эту материю фактическую, не ту материю, которую мы представляем, или не образ этого бытия, а само бытие, и берем его как материю. Ну, и надо сказать, я вот при подготовке к этому занятию начал смотреть, не сильно много об этом сказано, но на самом деле это и понятно, что можно сказать о самом простом. То есть, самое простое определение, оно всегда краткое. А почему оно краткое? Тогда оно всеобъемлюще. Вот то единое, что есть, все, что относится к материи, включает. И в то же время оно противостоит чему? Сознанию. Сознание туда – это свойство высокоорганизованной материи, правильно? Это мы знаем, это мы помним. Поэтому сознание туда не включается. А люди, хотя они обладают сознанием, но они относятся к материи, правильно? Все. И поэтому люди сюда включаются. Вот такая, получается, картина. Вот через две недели строго, значит, у нас 26 числа очередное занятие нашего кружка. И мы продолжаем решать свою проблему материалистического истолкования науковой логике Гигеля. Ну и для этого, что нужно? Неоднократно к этим вещам возвращаться с разных сторон. Мы вот с этой стороны, как сегодня зашли, еще не заходили. Правильно? Мы же все смотрели, шли, 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 вперед, 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 вперед. Ну, нам и дальше нужно идти вперед. Вот у нас, что касается третьей книги, третьей книги у нас еще надо снова, вот после того, как мы в голову угла поставим, то, что материалистическим является третьей книгой, то есть первое дело, вот объективность оформим для себя, механизм, химизм, жизнь. А тогда мы переходим к субъективности, мы ее изучаем тогда не как то, с чего мы начинаем, а как то, что отражает то объективное, с которого мы начинаем. А тогда у нас идея является единством объективного и субъективного. Это всегда, потому что идея – это такая мысль, которая содержит в себе понимание того, что нужно сделать, да? О том, что нужно сделать. Что преобразовать, что переделать и так далее. Идея, которая нацелена на преобразование мира. А по форме этой идеи всегда мысль. Не бывает деревянной идеи, и железной не бывает. Идея всегда в голове. В голове или на бумаге написано, она представляет собой мысль. Только тогда мы можем перейти к мысли, вот если мы рассматриваем субъективность, там, понятия, суждения, умозаключения, они для чего нужны? Для того, чтобы выражать мысли. Поэтому это инструменты. Те, которые сложились уже в языке, понятия, суждения, умозаключения, они не в природе, они в сознании общественном существуют. И с помощью них мы формулируем уже идею, там, телеология, идея познания, идея истины, идея добра. В чем смысл идеи добра? Преобразование мира, хорошо называется, идея добра. А идея зла взять и утащить из этого мира, то, что плохо лежит. Но это тоже преобразование. Это тоже преобразование. Но идея другая. Идеи-то разные бывают. Идеи уже, мы знаем, что есть классы, классы выражают свои интересы. И интересы, это то, что выгодно. Такая характеристика положения людей, которая показывает, что им объективно выгодно. И они, соответственно, строят идеи. А идея, как преобразовать мир в соответствии с тем, что им выгодно. Рабочий класс в соответствии с тем, что ему выгодно буржуазия, в соответствии с тем, что буржуазия выгодна. А мелкая буржуазия, и это ей, и это выгодно, и это выгодно. Она и туда, и сюда. И поэтому она к кому-нибудь примыкает. Каждый мелкий буржуак или туда, или туда примыкает, или он находится в пространстве, так сказать. Когда он сохраняет дружеский нейтралитет и является, или его бьют со всех сторон. Одни бьют, потому что он на ту позицию не вступил, другие бьют, потому что он на эту позицию не вступил. И бьют со всех сторон. А вот, Михаил Васильевич, у меня такой вопрос. Вот наши китайские товарищи говорят, что у них рыночный социализм. Какие китайские товарищи говорят? Какие китайские товарищи говорят? Вы какие документы имеете в виду? Я видел разных китайских товарищей. Вот китайские товарищи к нам приезжали в университет. Они такие же рыночные, как наши рыночники. Точно такие. Наши товарищи именно это говорят, а они с нас списывают. Ничего они своего не придумали, а всё списали. Эти вот китайские рыночники списали то же самое. Но у них строится социалистическая экономика. И не рынок у них главный, а планомерное развитие экономики. Вот если говорить о китайских товарищей. Так что. И наоборот. Не нам сейчас на это указывают китайским товарищам, поскольку мы-то как раз ответственны за то, что у нас из непосредственно общественного хозяйства получилось теперь снова рыночное хозяйство, то есть товарное хозяйство. Вообще рыночного хозяйства не бывает. Научное название – товарное хозяйство. И всё превратилось в товар. Вплоть до идей. А что такое капитализм? Товарное хозяйство на том этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром. Вот и всё. Никакого поэтому рыночного хозяйства нет. Есть социалистическое хозяйство, есть общественная собственность. И производимые товары – это производимые продукты, это непосредственно общественные продукты. Или есть капиталистическое хозяйство. Его называют для украшения рыночным. Нет такого рыночного хозяйства. Нет такого в науке, в марксизме нет. Нет такого формации, рыночного хозяйства. Есть капитализм, есть перед ним феодализм, перед ним есть рабовладение, есть первобытная община и коммунизм. И есть первая фаза коммунизма – социализм. А выше пока ещё нигде, ни у кого нет. А первая фаза есть в Северной Корее установлена. На сегодняшний день. А была в Советском Союзе, между прочим. И в Чехословакии была. В Польше не было социализма, потому что они решили коллективизацию не делать. А в Болгарии тоже, по-моему, было? Тоже вроде было, да. Но они вот все, даже когда они излагают свою беседу со Сталином, хотя Сталин говорил о диктатуре пролетаря, они умудрились, так сказать, приписывать Сталину, что он как бы выступал за социализм без диктатуры пролетаря. У нас вот на эту тему запись вот в этой книжке «Толстый» есть там нашего товарища, члена партии. Где он как раз пока… Это «Научный социализм»? Вот «Толстая книжка», да. «Научный социализм». Там в конце вот эта вот критика Спитсона, который вроде толковый, историк хороший во многих случаях. Но в этом случае он берет за чистую монету то, что говорили, что якобы Сталин выступал против диктатуры пролетариата. На основании, я сказать, каких-то записей, которые делали сами себе. Хотя записи, которые могут рассматриваться исторически, это либо личная, так сказать, запись человека, либо синограмма. Значит, мы с вами 26 декабря здесь встречаемся и, так сказать, продолжаем вот эту работу по этому плану, который я вам раздал. То есть это не означает, что вы с самого первого раза именно по этому плану должны читать. Можно прочитать, как есть у Гегеля. А изучать уже вот по такому плану. Видите разницу, да? То есть прочитать, как есть, а потом поставить, как надо, и прочитать. И будет другое впечатление. Потому что тогда будет понятно механизм, химизм, жизнь, понятие, суждение, удовлетворение, заключение, а потом идеи. Потому что идея без суждения, без понятия, без заключения не может быть. И телеология. А телеология — это не просто идея. Идея — это отвечает на вопрос, что делать, как преобразовать мир. А телеология — это наука о постановке целей. Ставятся цели, а цели предполагают средства. Есть идея познания — это идея отражения мира. Идея добра — это идея преобразования мира. А идея истины — это совмещение того и другого. Абсолютная идея — это вот единство. Всех этих идей познания. И идеи теоретической, и идеи практической. Вот тогда у нас будет хорошее понимание, материалистическое понимание диалектики с опорой на Гегеля. И Мленина. И Маркса, и Энгельса. Спасибо за внимание всем, товарищи. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok